Теперь водители могут получить большинство услуг в онлайн-режиме. В Украине с Нового года стали доступны электронные права и свидетельства о регистрации автомобиля в электронном приложении ДИА. Электронный кабинет – это онлайн-сервис, который содержит полную информацию об автомобиле. Теперь каждый может узнать данные о собственном авто, удостоверении, проверить и оплатить штрафы, просмотреть историю любого автомобиля по ВИН-коду и записаться в электронную очередь в сервисные центре МВД. Відтепер відновить втрачене водительское посвящение можно онлайн в электронном кабинете водителя. Это значительно минимизирует время. Также в электронном кабинете водителя появилась еще одна новая безкоштовная услуга – керувание належным пользователем. Вона даёт автомобилистам возможность, не выходя из дома, призначать належного пользователя на авто. Особо, что на законных подставках керуются автомобилем. Восстановление и замена водительских прав – одна из наиболее популярных услуг сервисных центров МВД. Однако перечисленные услуги доступны онлайн только для водителей, фотография которых не старше двух лет. Кроме того, появилась возможность регистрировать так называемого должного пользователя. Это означает, что штрафы за нарушения получает конкретное лицо, которое пользуется машиной, а не ее владелец. Сейчас в Украине около 9,5 миллионов активных водительских прав. Оцифровано уже более 6 миллионов удостоверений, еще 5 миллионов свидетельств о регистрации. Так как мобильное приложение ДИА – проект относительно новый, возникают и определенные проблемы. Некоторые данные могут не отображаться, поэтому провести верификацию документов следует также через электронный кабинет. Как его использовать? Необходимо завантажить с соответствующего ресурса, соответственно, до операционной системы вашего гаджета, пройти идентификацию за допомогою Банка ИД, после чего в додаток має бути завантажена информация про виданные посвящения водителя, вернее, дающие посвящения водителя ваше, та наявность доступа по регистрации ТЗ. В разе отсутствия подвантаженных документов, информацию про это можно надписать за допомогою самого додатка, за допомогою электронного кабинета водителя, как это означает мой коллега ранее, или обратиться к нашему ближайшему территориально-сервисному центру МВС.